интересная по характеристикам новинка 24 года совершенно новыми технологиями во всяком случае я до этого никогда такого не видел я думаю вы тоже удивитесь тому что находится в этой маленькой коробочке сегодня на обзоре двухканальный 4к видеорегистратор дидипай n5 dual с камерой заднего вида бренд дидипай по моему с 2013 года на рынке уже много чего было у меня на обзорах они активно развиваются и конкретно в этом регистраторе новый режим парковки до 15 дней с миллиметровым двухсторонним радаром такая же технология в бампере у автомобиля он определяет движение перед лобовым стеклом и внутри салона плюс есть искусственный интеллект и распознающий людей при обнаружении автоматически записывает 10 секундное видео регистратор с радаром ну такого вроде бы еще никто не делал нам обещают что в режиме парковки аккумулятор регистратор не высадит даже в течение 15 дней потому что энергозатраты крайне малы основная камера у n5 dual ведет запись в 4к задние full hd наконец-то два варианта памяти встроенная быстрая и ммс и на 32 гига плюс можно вставить флешку до 512 гигабайт если внешняя карта накроется регистратор автоматически перепрыгнет на встроенную память поможет сохранить какое-нибудь экстренное видео или фото огромный плюс этому регистратору внутри супер конденсатор который не боится морозов и долговечный аккумулятор есть встроенный gps bluetooth 4.2 плюс вайфай уже на 5 гигагерц они на 2 и 4 5 гигагерц вообще не лишнее для сопряжения со смартфоном и быстрой передачи онлайн видео также можно все скачать на свой смартфон есть технология адос очень круто но нафиг не нужно в регистраторе будет только раздражать своими комментариями мне интересно напишите в комментариях кто-нибудь пользуется системой адос в регистраторе есть голосовое управление но понимает он похоже только одну команду take photo take photo плюс записывает видео зависимости того сколько выставишь 10 секунд 20 или 30 вот это удобно если хочешь какого-то говнюка записать говоришь take photo и фотку получать и все это великолепие примерно за 10 11 тысяч может быть меньше может быть больше точная цена будет известна 17 июня в период распродажи на алике ссылка как всегда под видео есть также комплект и без этой штуки он естественно подешевле инструкция на русском языке красиво и аккуратно и можно скачать приложение дидипай для смартфона две пленки на лобовое стекло для установки видеорегистратора двухсторонний 3 мовский скотч для камеры для регистратора запасное все это очень хорошо кабель для задней камеры длина его вот такая full hd камера заднего вида поворотная полностью пластиковая выглядит недорого кабель питания регистратора с type-c блок питания в автомобильную розетку 2 usb на 12 или 24 вольта один порт может выдать максимум 5 вольт 2 и 4 ампера лопатка для прокладки проводки в обшивке автомобиля и естественно остался только сам регистратор ухты он такой тяжеленький ну и конечно же заменитель сахара обалдеть слушать такое чуде что он металлический кстати очень может быть что металл но точно не могу вам сказать при этом он компактный глянцевое обрамление что было симпатично светодиодный индикатор видимо здесь микрофон вентиляционные отверстия блестящий логотип разъем под micro sd флешку до 512 гигабайт и здесь скорее всего динамик регулировка только по вертикали в принципе достаточно усилий чтобы не было тряски посмотрим потом на видео здесь скорее всего находится gps модуль подключение к регистратору через type-c и подключение задней камеры и практически незаметная кнопка переключения каких-то режимов каких конкретно узнаем в процессе видео чтобы очень точно установить этот регистратор на лобовое стекло и не завалить угол угол у него обзора кстати 140 градусов обязательно скачиваем приложение дидипай через смартфон смотрим что видит регистратор прицеливаемся на лобовое стекло и уже тогда клеем это доп оборудование фишка этого регистратора миллиметровый двухсторонний радар то же самая пленка бумажка и двусторонний запасной скотч кабель подключения прям оба бд автомобиля если есть такой у вас ну и немножко тоже дури желательно так установить чтобы ему не мешало зеркало заднего вида подключается в регистратор и питание через обиды уже непосредственно в сам радар здесь можно подтянуть крепеж в принципе так нормально он очень легкий ну вот с железноводска начнем город такой против солнца смотрим как записывать это что я вижу на телефоне он небо записывает даже красивше чем видишь глазами против солнца в нормально блики конечно на стекле но никуда не денешься задняя камера full hd передняя была 4k через тонировку 5 процентов ночью будет ему тяжело через такую пленку вот сложные условия тень солнце день солнце ну да здесь явно или hdr или vdr есть пытается выправить картинку постоянно но это хорошо видите с небом играется задняя камера отлично номера видно через телефон я смотрю и картинка вроде бы не дрожит то есть крепление у него достаточно надежное чтобы не сотрясать изображение активируется функция опережения автомобиля активируется функция опережения автомобиля вот просто ты стоишь он тронулся и она тебе говорит надо это я думаю нет она просто задолбает пробуем лежачий на сотрясение очень удобная функция не надо нажимать никаких кнопок просто говоришь тейк фото он делает фотку и записывает 10 20 или 30 секунд видео смотря сколько выставил приложений в не перезаписываю папку естественно запись цикличная подтирает старые файлы главное чтобы изображение было качественным тейк фото тейк фото но кстати может сработать не с первого раза тейк фото придется сказать два и может быть три даже раз надо уже подучить английский свой до совершенства вот такие красивые виды это гора биштау сбоку так скажем тест ночной записи я уже днем посмотрел как он записывает днем не нравится он пишет лучше чем сэвентимей с 500 делал обзор на него этот получше пишет hdr у него получше отрабатывает сейчас интересно посмотреть как он пишет ночью звук кстати пишет хорошо но тихо поэтому в монтажке вы сейчас я чуть накрутил добавил вы слышите звук более менее нормально радар этот работает в обе стороны обнаруживает движение как в салоне так и снаружи причем замечает даже малейшее какое-то движение сразу записывает видео и запись видео ведет вот эту экстренную так назовем во внутреннюю память скачать ее получится только с помощью смартфона на внешнюю флешку записывать только видео с камеры задней передней и фотографии изображение на неровностях не трясется то есть регистратор уверенно висит там сейчас мне интересно посмотреть засвечивает ли он номера фары светодиодные яркие короче засвет есть но не критичный да не максимально она все засвечено но но и не супер результат получается если в эта машина ехала по соседней полосе тогда номера читаем но вот допустим вот так номер видно ну да вот соседнем ряду читается отлично короче если номер не попадает прям в пучок то номера видны нормальная картинка в его ночью вполне приятная 4к он и в африке 4к смотрим здесь здесь нормально встречка тоже вроде бы видно до номера задняя тоже видит но через тонировку хреново конечно нет она задолбает этот адос конечно надо отключать и больше просто не делать эту систему в регистраторах да не нормально номера видно только если не конкретно в прям четкую стг линию попадает номер тогда да еще раз к на по номерам смотрите вот на таком расстоянии зайди в задницу вот засвет но процессор пытается обработать вот и в итоге выравнивает картинку номер видно скачиваем приложение подключаем регистратор а кстати нормальный голос хоть сделали hello дидипай просит вставить флешку так как регистратор пишет 4к флешка должна быть минимум вот такого класса и форматировать ее только в самом регистраторе красный светодиод сообщает о проблеме зеленый ведется запись зеленый мигает это значит что сработал g-сенсор обновление системы ярко-фиолетовый мониторинг в режиме парковки регистратор находится горит красным какая-то проблема и мигает синим ждет подключение по bluetooth подключить новое устройство включаем bluetooth gps вайфай все 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 включаем что только можно и смартфон автоматически найдет n5 мигает синим просит нажать кнопку нажимаем все очень быстрое подключение два варианта доступа либо по bluetooth либо по вайфай если надо по вайфай это быстрее нажимаем доступ по вайфай прилетела сразу же обновление естественно обновляемся зеленый индикатор идет запись обновляется синий есть прикол с переводом все зашибись все прошло обновление успешно да и как бы здесь по идее должно быть написано готова или там закрыть из-за прервать обновление ненормальный объектив заднего контура здесь хреновый перевод на русский язык то есть она говорит о том что нет подключения задней камеры смартфоне инструкцию по установке есть поддержка видеозаписи с кодеком h265 можно включить можно не включать вся система адрес она будет активна только в приложении можно посмотреть какая была скорость перегрузка даже и так далее можно развернуть на весь экран промотать видео показатель перегрузки в джину для каких-то болидов даже компас есть переход в галерею сделать фото либо скачать на смартфон здесь настройки устройства громкость динамика либо совсем выключить подсказки о включении питания включение выключение голосового управления включения выключения систем адрес который задолбит кодировка видео разрешение видеозаписи максимум 4k минимум full hd естественно ставим все по максимуму запись включение микрофона продолжительность видео связанное с фотографированием это продолжительность я думаю что 30 секунд надо поставить регулировка чувствительности g-сенсора либо совсем отключить мониторинг парковки насколько он будет чувствительный управление хранилищем внешняя карта ее желательно отформатировать именно через регистратор чтобы не было никаких глюков и внутренняя память на 32 гига доступно 28 8 можно тоже отформатировать ничего лишнего все очень просто есть некоторые косяки по переводу и по озвучке именно на русском языке но все это можно отключить будут только звуки у m5 dual свои технологии улучшения ночной и дневной съемки называются они найтвиз плюс real cube предполагаю что здесь просто есть vdr или hdr ну естественно процессор с оперативкой которые обрабатывают видео с камерой в итоге вполне себе годный ригик о снимает он получше чем с 500 и функционал у него поинтереснее особенно вот с этим радаром для парковки ну и на сегодня у меня все друзья всем добра увидимся и пока пока а